Сегодня Святая Церковь предложила нам евангельскую притчу, которую сказал нам с вами Сам Иисус Христос. Надо сказать о том, что эта притча предваряется словами Иисуса Христа, что жизнь человека не зависит от изобилия Его имения. Это сказал Он после того, когда люди, окружающие Его, задавали вопросы разного характера, в том числе и о любостяжании. Есть такое понятие, как любовь собирать себе на черный день, вообще собирать себе и употреблять на себя. Вот почему Христос и говорит эти удивительные слова, жизнь человека не зависит от изобилия Его имения. И сказал им такую притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Казалось бы, это очень простая притча Спасителя, которая о каком-то богаче. Но давайте мы обратимся к творениям святых. Мне хотелось бы процитировать вам слова святителя Василия Великого на эти удивительные слова сегодняшнего Евангелия. «Ты втайне говоришь сам собою, как бы обращается он к богачу, но слова твои оцениваются на небе. Разве только касается это богача? Разве и мы с вами иногда не беседуем, как бы сами с собою? Приходит мысль, мы ее либо отгоняем, либо лелеем, тешим, утешаем, и вот чувствуем, что это уже касается и нас. Потому оттуда приходит к тебе ответ. Что же говорит богатый? Душа, им аж и много блага лежащего. Ешь, пей, веселись ежедневно. Какое безумие, называет святитель Василий Великий. Если бы у тебя была душа свиньи, чем иным, кроме этого, порадовал бы ты ее? Столько ты скотоподобен, до того не сведуешь в душевных благах, что предлагаешь душе плотские снеди. Что принимает в себя чрево, то назначаешь ты и душе? Ведь не случайно Христос говорит, не хлебом одним будет жить человек. Ежели в душе есть добродетель, ежели исполнена она благих дел, ежели близка к Богу, то имеет много блага. И пусть веселится прекрасным душевным весельем, но поскольку мыслишь ты земное, чрево у тебя Богом, весь ты стал плотским, поработился страстям, ты выслушай приличное тебе наименование, которое дал тебе не кто-либо из людей, а сам Господь наш Иисус Христос, безумный, сию ночь душу твою истяжут от тебе. А я же уготовал, если кому будет? Такое осмеяние безрассудства тягостнее вечного наказания. Евангелие говорит нам, дорогие братья и сестры, сегодня о том, что как бедный, так и богатый задают один и тот же вопрос. Что мне делать? Нищий говорит, ну что мне делать, не во что одеться, даже нечего поесть, нечего пить. И богатый говорит, что мне делать? Куда мне это все собранное теперь? Причем не наворованное, обратите внимание, заработанное. Он усердно трудился, он приобрел, но он посчитал это своим и посчитал то, что он сам это приобрел, а не бог дал. Вот потому каждый из нас должен понять, что все, что мы имеем, это дар бога и не тебе одному принадлежащий. Об этом прекрасно сказал святитель Феофилакт Болгарский. Вот и еще безумие богача. Хлеб мой и все добро мое, говорит богач. Он не считает их добром от Бога, ибо в противном случае располагался бы относительно их как приставник Божий, а считает их плодом собственных трудов. Поэтому присваивая их себе и говорит хлеб мой, добро мое, и говорит не имею никакого сообщника, не буду ни с кем делиться, все это добро не Божие, а мое, поэтому я один буду и наслаждаться им, а Бога не приму участникам в наслаждении им. Посмотрим еще дальше. Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Сам назначает себе долголетнюю жизнь, как будто и долголетие он получил от возделываемой им земли. Неужели и это произведение твое? Неужели и это добро твое? Ешь, пей, веселись, прекрасные же блага души. Есть и пить, есть блага души неразумной. Впрочем, поскольку ты и сам имеешь такую душу, то справедливо предлагаешь ей такие блага. Но блага души разумной состоит в том, чтобы уразумевать, рассуждать, увеселяться законом Божьим и благими размышлениями. Для тебя не достает безумный есть и пить. Ты предлагаешь душе своей и следующие затем постыдное и скоредное удовольствие, ибо очевидно, что Господь словом веселись обозначил страсть распутства, которая обыкновенно следует за присыщением, явствами и питьем. Но Бог сказал ему безумный всею же ночь душу возьмут от тебя. Если мы обратим внимание на церковно-славянский текст этого евангельского чтения, то слово возьмут оно звучит гораздо жестче. Из женут перевод этого слова означает словно оторвать по живому. Каждый из нас когда-то получал какую-то рану, перебинтовывал бинтом, а когда кровь под бинтом засыхала, когда-то раскрывал снова рану. Вот оторвать бинт засохшей крови на своем собственном теле, это означает вот такое отрывание как бы от тела с большой болью, скорбью, собственному чувству, собственному ощущение, которое будет как бы образно представлено для понимания этого слова. Из женут, как по-живому вырвут из тебя, о чем и пишет дальше Феофилакт. Обрати внимание на слово возьмут и женут страшные ангелы, как бы жестокие сборщики податей возьмут у тебя душу твою против воли твоей из женут, поскольку ты из любви пожить присвоил себе здешние блага. У праведника не отнимают душу, но он предает ее Богу и Отцу духов с радостью и весельем и не чувствует неприятности при отложении тела, ибо он тело имеет как бы легкую тяжесть. Православный христианин, он, облегчая тело, облегчая зависимость его от материального, все-таки с годами приходит к одухотворению своей жизни и понимает, что ничего после себя такого важного не оставляет, кроме тех добрых дел, которые позволяли ему совершать средства, им заработанные, но Богом данные. И когда человек понимает, что он все получает от Бога, то он делает Бога соучастником своего добра. Но грешник, оплотенив свою душу, сделав ее телом и землей, чрезвычайно затрудняет отделение своей души. Поэтому и говорится, что душу изженут у него, как бы у какого упорного должника, преданного в руки жестоких сборщиков. Обратите внимание, не возьму, а возьмут, ибо души праведных в руке Божьей. Вы слышите опять, не просто кто-то заберет, а уже те, кто живет с Богом на земле, души их в руке Бога. И поистине от такого ночью возьмут душу, ибо он не имеет озаряющего света богопознания, находится в ночи богатстволюбия и омраченный ей захватывается смертью. Так, кто собирает сокровища для себя, тот по справедливости называется безумным и не успевает привести в исполнение свои намерения. Но в самое время составление планов решительно исторгается из среды живых. А мы с вами в это военное время разве можем сказать, что спланируем еще хотя бы на месяц нашей жизни? Вот вчера, например, я узнал о том, что на Краснодар было две атаки С-200. Их якобы сбили на подлет у Краснодара. А куда они могли прилететь? Вы знаете? Я не знаю. А может быть, кому-нибудь из нас вот и все наши планы рухнут, все наши надежды прекратятся? И все наши сбережения кому останутся все, что мы с вами заготовили? Причем заготовили трудом честным? Вот какой вопрос сегодня ставит перед нами эта удивительная притча. И дальше Феофилак Болгарский пишет, так, кто собирает сокровища для себя, тот по справедливости называется безумным и не успевает привести в исполнение свои намерения. Но в самое время составление планов решительно исторгается из среды живых. Но если бы он собирал для бедных или для Бога, с ним не было бы так поступлено. Поэтому будем стараться богатеть в Бога. А что это значит? Это значит, что на Него уповать. Его считать нашим богатством и хранилищем наших с вами богатств. Не будем говорить благо Мои я заработал, я приобрел, куплю или приобрету и будет мне хорошо. Если же благо Божие, то не будем отчуждать Бога от Его благ. Богатеть в Бога значит веровать, что если я и все раздам, то и тогда ни в чем необходимом у меня не будет недостатка, пишет святитель Феофилакт, ибо сокровище моих благ есть Бог. Я отворяю и беру, что нужно из этих божественных сокровищ. Не правда ли, какие удивительные слова, разъясняющие нам эту как бы на первый взгляд простую притчу о неком богаче. А на самом деле, давайте мы с вами, дорогие братья и сестры, извлечем очень важные уроки. Хотя бы прочитав вот эти слова, оставим что-нибудь в памяти, в памяти нашего сердца. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Значит, нет нужны столько стремлений для того, чтобы это изобилие приобрести. Человеку ведь не так много нужно. Хотя он думает, да нет, мне и это, и то, и другое, и третье. Так нужно, так нужно. А на самом деле, от этого жизнь его не зависит. Какая радость прийти домой, туда, где тебя ждут, где тебе рады, где с тобой готовы с теплом сердца пообщаться. Разве это можно за что-то купить? А значит, сохранить вот эти человеческие отношения, любовь, мир, долготепение, радость, кротость, веру, воздержание. Какое приобретение богатства? Кроме того, мы, конечно, должны трудиться и не всякий раз расширять свои хранилища. Как говорят святые отцы, если ты хранилищем своих благ сделаешь утробу нищих, то ты приобретешь истинные сокровища. Вот куда припровождай заработанные твои средства. Вот куда припровождай тем, кто в этом нуждается. Ты помогаешь ребятам на фронте. Ты припровождаешь в житницу Господню, в сокровищницу неветшающую. Ты покупаешь туда продукты, какие-то нужные теплые зимние вещи. Ты помогаешь бедным, нищим, голодным, сиротам. Ты помогаешь многодетным. Ты свои приобретенные средства закладываешь не в новые житницы, которые нужно ломать. Ты строишь поистине новые сокровищницы, которые никогда не отнимутся у тебя. Эти средства потрачены на нуждающихся. А сколько вокруг нас таких? которых мы как бы не замечаем, считая приобретенные моим, мы должны на скрижалях своего сердца написать ответ таковому держателю своих финансовых средств. Безумен. Безумен. может быть, может быть, кого-то из нас в эту ночь душу Господь не придет забрать, а пошлет тех ангелов немилосердных и сженут от нас, кому оставим все, что мы с вами собирали. Вот потому, пока есть время, Христос и призывает нас не в себя, а в Бога богатеть, а значит, чаще делиться. Конечно, оставлять на свои нужды, на нужды своих родных, близких, детей, внуков, но не забывать, что все, что мы приобретаем, не я приобрел или приобрела, заработала, накопила, а именно Бог дал. А раз Бог дал, значит, Твоя от Твоих Тебе приносящие. Мы, получив от Тебя, Господи, даем тем, которых Ты любишь, которых Ты считаешь ближе, чем, может быть, тех, которые забывают о Тебе, а тех, которые вопиют к Тебе день и ночь, помилуй, Господи, подай, Господи, и через наши руки получают те, кто потом Бога поблагодарит и скажет, слава Тебе, Господи, Ты мне помог через руки тех добрых людей, которые были в храме, послушали Твою притчу и стали немножко добрее, стали чуть-чуть милосерднее и не прилипляться к тому, что есть у них, а стали потихонечку, понемножечку раздавать и то, что имеют. Сначала то, что может быть не очень нужно, а потом и нужное, а потом и необходимое для тех, кто в этом необходимом нуждается. с праздником дорогие, с воскресным днем, и пусть Господь наш, Иисус Христос, своим божественным словом, которое проходит до разделения костей и мозгов, оно просто разрубает нас, так как же, я зашел сегодня одним, неужели вот я неправильно живу, а вот ты послушай, а потом дальше почитай, и что-то новое узнаешь, поразмышляй, если не поймешь, открой святых отцов, как сегодня мы открыли святых подвижников и их послушали, как они понимают эти места, которые нам, современным христианам, так трудно даже понять. Вот для чего и существует наша церковь как учительница, как мать, которая наставляет нас на всякое благо и всякое спасительное дело. Аминь.